Музыка Именно так играли в 16 веке? Ну, может, примерно, но не думаю. Как вообще говорят эксперты музыки, в 16 веке там мало было импровизации. Музыка была более такая простая. Выбор на Плесовой упал по задумке режиссера. Музыка этнографичная в духе времени. В кино будет звучать более колоритно в сопровождении гусли и бубна. На съемки исторического сериала в павильоны Москино музыканты попали благодаря давней дружбе с московскими рожечниками. Я снимался первый раз. Конечно, было очень интересно посмотреть, как вообще происходит это. Я думал, это проще на самом деле, да. И работа в массовке, оказывается, тут очень большой труд. 12 часов ходить там в костюме, в жарком, в колючей бороде. Ну, мы, конечно, еще попроще. Если сравнивать главного героя без рук, то это вообще, конечно, феноменальная работоспособность у меня. Как не хотелось, но пообщаться с известными артистами не получилось. Они выходили только на свои сцены, готовились к роли. Зато съемки сцены пира прошли не без курьеза. Запомнились надолго. Что подавали на перу? О, бутафорию. Бутафорию. Там интересный момент был. Мы пришли, там, конечно, у нас ребята стали фотографироваться с ситровым, там, осетр такой громадный лежит, все, сервировочка хорошая такая. Ну, поближе подойдешь, там, значит, там что? Огурцы, помидоры, настоящее что, значит? Капуста. Капуста, хлеб, пирожки принесли настоящие, квас был там. Или не квас, а еще какой-то напиток, типа под квас. Ну, и режиссер, естественно, когда, значит, там, бояре за стол садились, он их предупреждал, значит, что можно здесь, что нельзя. И когда под конец съемки смотрят, уже огурцов нет, все на месте, ситры лежат, все не тронутые, такие зажженные, оказывается, у нас были все бояре. А ситра не трогали, а вот огурцы все съели. Эта история с кино для музыкантов не первая. В 1997-м по приглашению Никиты Михалкова коллектив снимался в фильме «Сибирский цирюльник». Да, они и сами не прочь создать художественное телеполотно о редком старинном инструменте, на котором играют не столько по нотам, сколько на слух и с душой. Коллектив часто гастролирует, недавно вернулся из Дагестана, а первоочередные заботы связаны с решением не только творческих, но и хозяйственных задач. Неподалеку от кинотеатра, где сейчас ютится коллектив, музыкантам выделили здание. После ремонта в нем будет располагаться дом Рожка с музеем, комнатами для репетиций, небольшим концертным залом. Сам факт его открытия музыканты считают большим делом, наравне с которым рождаются и мечты о безграничности творчества. Может, когда-нибудь произойдет, что получим более главную роль, Рожечник будет в главной роли. Неплохо бы, может быть, если бы этот фильм был показан в нашем кинотеатре в Нерехте. Оксана Стаханова, Дмитрий Постников, телекомпания «Русь», город Нерехта.